На продолжение темы поговорим и с гостем студии 9-го канала, громадским активистом Александром Слободеньком. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вот на этом месте несколько дней назад был мэр Днепра Борис Филатов, который, собственно говоря, достаточно, ну, со своей точки зрения, спокойно объяснил, почему он принял именно такое кадровое решение. То есть это мнение мы выслушали сейчас. Вы представитель тех, кто, собственно говоря, вчера пришел под стены Горсовета. Итак, почему такая реакция на это назначение? Если не против, пройдусь по пунктам буквально быстро. Господин Ткаченко утверждает, что Днепропетровский Беркут был единственный в Украине, который не стрелял. С его слов получается, что как бы все стреляли, и вот только Днепропетровский Беркут не стрелял. Там не совсем понятно, как он все время стал начальником этого Беркута. То есть он уже так реагировал на свои обязанности, как они их воспринимают. Далее по... Он ссылается на то, что не доказана никак его вина, либо их как участие. В ответ мы можем сказать, что точно так же не доказана их невиновность. То есть в данном случае там были списки Евромайдана, были списки иностранцев, которые обвиняли конкретно его в участии в кровопролитии на Майдане. Каких-то контраргументов никто ни разу так и не привел. Нет этого. По самой муниципальной полиции же он утверждает, что когда он пришел, его восприняли радостно, что все хорошо. Но он забыл уточнить, что минимум, то что я только знаю, минимум 10 человек написали заявление, сразу же вышли из состава муниципальной полиции, когда узнали, кто будет их руководителем. В основном это ребята, собственно, настоящие участники АТО, а не люди с купленными УБД. Сейчас мы посмотрели, мы точно так же еще участвовали в аттестации сотрудников полиции, а он на тот момент являлся сотрудником полиции Днепровской области, УМП. Мы просмотрели свои списки, свою информацию. Оказалось, что в Днепре он переаттестацию почему-то не проходил. Сделан ее проходил, как он ее проходил, непонятно. Все проходили, а Спринд Каченко опять не проходил. Поэтому в связи с этим, так как мы это не изучали тогда, сегодня пришлось это сделать на скорую руку, возникли вопросы. У человека на данный момент в наличке и на счетах в банке лежит около 2 миллионов гривен. Это сотрудник полиции. Все знают, какие зарплаты у нас в полиции были в милиции. Он имеет 2 гаража, он имеет 2 квартиры, он имеет 2 участка земли, он имеет дом на 250 квадратных метров, и он имеет еще 2 дачи. Откуда эта информация? Это его декларация. Это его декларация, которая находится в свободном доступе. И что примечательно, полтора миллиона из двух у него появились в 16-м году, хотя в 14-м их еще не было. При зарплате около 15-16 тысяч в месяц при совместном его семейном совокупном доходе. То есть эти все вопросы, они нагромождают новые вопросы, на которые они ответы не дают. Плюс его вступление в должность начинается с его пиара за деньги бюджета в Фейсбуке. Это его обращение, когда якобы он обращался к горожанам, пытался рассказывать, какой он хороший. Это уже за наши же деньги, опять-таки нам это рекламируется в Фейсбуке, то есть наши деньги на это уже тратят. С этого, наверное, честный человек, как он себя пытается препонести, наверное, не начинал бы. Смотрите, не буду защищать Ткаченко, но все-таки. И вы, и я, мы тоже с вами не святые. Но чтобы получить статус подозреваемого, должны быть веские аргументы. Достаточно большое количество сотрудников спецподразделения Беркут времен 2014 года получили такой статус. У Ткаченко его нет. Нигде по каким-то другим материалам он не проходит ни как подозреваемый. Об этом это тоже есть информация в свободном доступе. На что он ссылается? На то, что да, он был опрошен в качестве свидетеля по тем или иным уголовным производствам. Ну, то есть, на самом деле, вменить человеку на сегодня уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс Украины ничего не может. Поэтому, почему такая реакция, собственно говоря? То есть, невиновен на сейчас. Если есть, допустим, люди, которые готовы предоставить фактаж о том, что он совершил те или иные преступления, давайте поднимать эти, всковыривать эти нарывы. Ну, смотрите, во-первых, после его назначения мы теперь с удовольствием начнем заниматься более активной его биографией, выяснять те он, что он и как это все происходило. А по поводу недоказаний, ну да, опять-таки недоказан, у нас такая система в стране. У нас, собственно, и Янукович, насколько я помню, до сих пор не осужден. И Язаров у нас не осужден, насколько я помню. Ну, по крайней мере, они имеют статус подозреваемых в тех или иных уголовных производствах. У Ткаченко этого нет. Мы этого не знаем, мы не можем об этом говорить однозначно. В том числе и он, и вы. Давайте все-таки не будем уходить от темы. Итак, вот непосредственно для вас, как представителя общественной организации, общественного активиста Днепра, ну вот чем не нравится настолько Ткаченко? Вот вам удалось с ним пообщаться? То есть считаете ли вы его профессионалом? Мы с ним коротко знакомы. Лично где-то примерно полтора года назад, как раз мы у вас здесь тоже в студии были, когда мы приезжали под здание УМП по поводу шлагбаума, когда они перекрыли улицу Красную, чтобы сделать себе парковку. Он тогда был уже заместителем. Он к нам тоже приходил с тогдашним генералом Репешко. Мы с ним тогда уже общались. По его тогда общению, почему он мне, собственно, и запомнился. Как обычно, знаете, какой-то обычный советский милиционер, который, ну как это, ну нам же ж надо, ну мы же милиция. Почему? То есть, ну человеку той старой закалки. Понятно. Ну давайте, наверное, оставим тему Ткаченко. То есть в любом случае решение принято, пока его никто не отменял, поэтому он принял подразделение, которое в самое ближайшее время поменяет название. Кстати, министр МВД, который сегодня был у нас в городе, сакцентировал внимание, что 28 коммунальных предприятий нарушают закон. В прямом смысле этого слова, называясь полицией, не имея никакого отношения. Ви буквально меньше недели назад через уже популярный Facebook оприлюднили достатньо цікавую информацию стосовно іншого діючого співробітника полиції, заступника нині керівника ГУНП в області пана Богоніса, який бутим-то став посередником в каких-то брудных справах. Розкажите, пожалуйста, о чем идет речь, чтобы нашим зрителям было понятно? На днях, пару дней назад мне позвонила Спалин Баганис и предложил встречу. По телефону он не объяснил суть встречи, сказал, что якобы кто-то ответит на какие-то мои вопросы. На мою попытку уточнить он не отреагировал, любописто взяло свое, тем более, что звонит заместитель начальника, второй человек в области полиции. Естественно, я согласился на встречу. На встрече Баганиса не оказалось, но оказался некий Герман, который хотел мне предложить некую долю в парковочном бизнесе. Ну, за двух словах. Я, естественно, отказался, так как никаких материальных интересов в подобных вещах у меня нет, и ушел. Баганис в данном случае, получается, выступил просто посредником в качестве, дабы организовать там встречу. После того, как вы эту информацию распространили, были ли вам звонки от кого-либо, возможно, угрозы? Ну, угроз на данный момент пока не было. Да, люди многие предполагают, что там, если ты уже отказался от предложения войти в долю, то, наверное, уже следующим этапом будут угрозы. Пока не поступало, дальше посмотрим. Ну, вот вы боретесь с парковочным бизнесом, по крайней мере, в самом областном центре. Кому он принадлежит сегодня? Есть персонажи, фамилии которых можно назвать? Ну, опять-таки, пользуясь вашим подходом, на людей не заведены уголовные дела, нет, это все на уровне слухов. Опять-таки, по тому же Герману, который является помощником и родственником господина Березы, ну, наверное, можно предположить, кто на самом деле руководит этим бизнесом. Если говорить вообще о порядке в Днепре, о правопорядке, по пятибалльной системе, как бы вы оценили правопорядок в Днепре, и вот сегодняшний приезд, то внимание руководства МВД Украины к нашему региону. Опять же, через неделю мы ждем решения по 9 мая. Приезд я честно пропустил, я там мельком в фейсбуке просмотрел, ну, обычно, да, там, обычные пропагандистские ролики, как все хорошо, как все прекрасно. По поводу, ну, на самом-то деле, реформа МВД, она провалена, ничего не извинилась. Вот как было это два года, три назад, пять лет назад. Так оно, в принципе, осталось, просто сменились в персонале. Ну, если, я почему задал этот вопрос, потому что, ну, сегодня Аваков достаточно большое количество автомобилей новых вручил сотрудникам полиции. А вы, я, насколько знаю, опять же, через соцсети выкладываете регулярно ролики о разбитых автомобилях и где их ремонтируют. Вот, возможно, не все телезрители имеют возможность смотреть фейсбук. Вот расскажите вкратце, какое состояние дел, потому что департамент МВД вам отвечал на ваши официальные запросы. Да, это мы с вами зацепили уже третий вопрос. По информации, которую предоставила руководство патрульной полиции, все патрульные автомобили должны ремонтироваться исключительно на фирменном сервисе, который находится на Запорожском шоссе. Для многих горожан, я думаю, не секрет, которые регулярно там ездят на истории, монтируют свои автомобили, многие горожане в разных точках города, на разных СТО видели патрульные Prius, которые, в основном, которые биты именно по кузову, проблемы по кузову после ДТП. Мы начали этим вопросом заниматься, выяснять, общаться с патрульными, с ребятами. Оказалось, что руководство, в принципе, там особо даже и не стесняясь на общем разводе, то есть когда их там стоят 100 человек, 50 человек, не стесняясь рассказывать о том, что если ты попал в ДТП, по твоей вине произошло ДТП, эту машину ты либо ремонтируешь сам их где-то и привозишь ее уже обратно в нормальном состоянии, ну, либо можешь там, да, там начать рассказывать идеи, кто что должен оплачивать, ну, тогда мы тебя будем штрафовать, а командиры там имеют возможность примерно наполовину зарплаты штрафовать, собственно, чем они занимаются, если человек там пытается как-то отстаивать свои права. В данном конкретном случае мы в Краснополе, в частном секторе, по сути, в огороде, там, на подверье, нашли три приуса, один стоял уже на улице, уже сделанный, готовый к отправке, а два полуразобранные стояли, вот они прикрытые там хозпостройками, кустами, попытались пообщаться с хозяином, который оказался бывшим патрульным, выяснили по соседям, пообщались, выяснили, что он уже давно этим занимается, уже практически год, ему регулярно патрульные пригоняют эти приусы для ремонта, и, собственно, нас обеспокоил вопрос, во-первых, какая защищенность у патрульного, как он может кого-то преследовать, если у него первая мысль должна быть, а как бы мне не поцарапать где машину, чтобы не понести какое-то материальное наказание. Второй вопрос, где их защищенность, как он может быть с каким-то независимым человеком, если он, в принципе, его легко так наказать, вот командир, по воле командира можно оштрафовать на половину зарплаты. Третий вопрос, насколько безопасны эти патрульные автомобили, если они ремонтируются в непонятных условиях, ну и главный вопрос, куда, собственно, найдут бюджетные деньги, и почему эти автомобили не застрахованы. Ну, пока на наши запросы, почему эти автомобили находились именно так, и есть ли у них страховки, пока патрульная полиция отмалчивается, они продлили ответом еще на месяц. Пока на данном это не тянут время. Ну, надеюсь, что рано или поздно ответы получим. Спасибо, что нашли возможность, оказались у нас в студии. Ну, по Андрею Ткаченко предлагаю, давайте все-таки пусть начнет работать, покажет себя в делах. В любом случае, решение кадровое принято. Ну, а вам новых расследований. Спасибо. Наши двери открыты. Гостям 9-го каналу сьогодні був Олександр Слободенюк, активист громадский Дніпра. Сьогодні був Олександр Слободенюк,